очень интересная тема состояние женщины как результат изобильной и счастливой жизни сейчас я тебя вижу так они секретные хорошие да давайте присоединяйтесь не секрет что именно наше состояние влияет на качество нашей жизни наше состояние влияет на наши отношения приветствую вас мои дорогие на наше отношение то как мы себя в них ощущаем наше состояние влияет на наше здоровье да на наше самочувствие есть вас силы и бодры вы сейчас или состояние апатии депрессии наше состояние влияет целиком и полностью конечно же на нашу реализацию на наши доходы и на самом деле деньги это тоже наше состояние бизнес это тоже наше состояние и сейчас задумайтесь мои хорошие приветствую задумайтесь а в каком вы сейчас состояние какое ваше состояние сейчас прислушайтесь к себе состояние хозяйки или состояние женственности или состоянии бессилия апатии состояние жертвенности или состояние королевы или неудачница, состояние музы и вдохновительницы или что вы не востребованы, неинтересны, состояние желанной и сексуально интересной женщины или ваш мужчина потерял к вам интерес, нет искры в отношениях и вы сейчас живете в разрушающих отношениях. Именно ваше состояние создает ваше внешнее, но никак не наоборот. Подумайте, задумайтесь. Как с этим работать? Конечно, я глубоко работаю с каждым запросом на личных сессиях с клиентами. Мы прорабатываем детские моменты, где человек застревает в тех ситуациях, в которые он якорит. И включает вот эти состояния. Это, знаете, как на примере с видеокассетой, как раньше, помните? У вас, в вашей жизни есть эта кассета. И на ней каждый день вы что-то записываете. Что сделать для того, чтобы что-то изменить? Чтобы перестать застревать в этих старых трейгерах, в этих старых глюках. Конечно же, вернуться туда в ту ситуацию, найти ту ситуацию и проработать, перезаписать, переехорить ваше сознание, чтобы оно больше не застревало в прошлом, чтобы вы больше не включали те состояния. Ну и для тех, кто хочет приобрести профессию, помогающую профессию, или научиться лично работать с собой, прорабатывать детальные моменты, у меня есть курс МАК «Терапия всех сфер жизни». Ну, тех девочек, которые работают с ним каждый день, на самом деле там я даю все знания, все ценности, и уже даже без МАК они могут находить эти глубокие моменты и прорабатывать их самостоятельно. И благодаря моему интересу к МАК-картам, к метафорическим картам, я недавно познакомилась с очень интересной, удивительной женщиной. Аромапсихологом с большим стажем, экспертом в аромологии, с Ольгой Галоко. Она ведет также женские семинары, ретриты, и я тоже хочу побывать на ее ретритах, и думаю, у нас все с ней получится. И сегодня я ее пригласила, как эксперта по аромологии. И она очень много сегодня нам откроет новых знаний, которые, я думаю, и вам будут интересны. Как работать с эфирными маслами, и как вообще они работают с нашей психикой, с нашим состоянием. Оленька, я тебя приглашаю. Так. Так, что получилось? Ура, у нас получилось. Дорогая, я тебя поздравляю. Экран пока у меня темный, сейчас ждут, да. Я тебя вижу. Прекрасно. Хорошо. Хорошо. Ну что, мои хорошие. Дорогие, всем доброго дня. Благодарю за приглашение, Мария, за эту тему. Очень важную, не только для женщин, но женщина же, это цветок жизни, который вдохновляет не только себя, но и является источником для всего окружения. Да. Согласна. Оленька, поделись, пожалуйста, что тебя привело к эфирным маслам и какие результаты ты получила? Я хочу немножечко вообще в такую историю давнюю окунуться и уже дать практический инструмент для родителей, детей. Первое моё знакомство с эфирными маслами было в подростковом возрасте, когда мне было 13-14 лет, вот этот переходный момент. И первый такой импульс, когда ты не согласна с определёнными правилами в социуме, когда твоё юное эго не позволяет и не понимает, кому оно может обратиться за поддержкой эмоциональной. Да, вот эта буря эмоций и так далее. И на тот момент я уже увлекалась астрологией в плане, знаешь, такой игры. Мне очень нравилось узнавать по поведению, по характерам знаки злиака. Это была западная астрология. И я у одноклассников угадывала знаки злиака. Но там была такая часть информации, где речь была о камнях, о эфирных маслах, о животных тотемных, которые, так сказать, усиливают и поддерживают каждый знак злиака. Я так интересна той же темы. И это на заднем плане у меня запечатлилось. Но когда у меня был такой эмоциональный кризис, и я не была внутри такого позволения, опыта, сценария, пойти с этой темой к маме, еще к кому-то, тогда еще таких женских кругов и поддержки, которые сейчас есть в нашем мире, такого не было. И я пошла в магазин эфирных масел. Просто случайным образом, гуляя по улице, я прохожу мимо очень ароматного магазина. захожу, это огромный индийский магазин был с разными эфирными маслами восточными и многими штучками. И у каждого эфирного масла была маленькая бумажка о том, какое оно настроение несет. Я почитала, такая, интересно, попробую. И я приобрела себе пару масел, мои первые масла были это бергамот и ланг-эванг. И ты знаешь, когда я приходила со школы, у меня внутри был такой огонь, и я очень на самом деле такой гневливый за справедливость человек всю жизнь была. И я просто уходила в ванну, наполняла её, дышала этим маслом и я успокаивалась. То есть вот это вот состояние, когда твои эмоции просто взрывают. Друзья, кто смотрел фильм мультик «Головоломка», вы можете представить, что на самом деле каждый человек, особенно подросток, проживает, когда в его системе вообще взросления и психологии, эмоционального взросления человека ломаются старые схемы, они отпадают в буквальном смысле, как мультики, эти нейронные связи, а вместо них сначала ощущение пустоты. Это невероятный шок, страх, да, и для того, чтобы гармонично из этого перейти в уже другие нейронные связи и эмоциональное состояние, эфирные масла для меня стали таким мостиком. И после этого момента, да, я, ну, окей, просто я это заметила, пользовалась этим какое-то время, потом началась семейная жизнь, я про всё это забыла, и эфирные масла, они стали в какой-то период появляться в косметологии, в здоровье, в аюрведе. Через вот эти каналы я стала узнавать о свойствах и применении. Я перешла в 24 года полностью на натуральную косметику, познакомилась с российскими производителями, которые очень глубоко вообще культуру здоровья и применение натуральных средств изучают. И всё это меня очень сильно вдохновляло, но это не было моей профессией. Моя профессия до 30 лет, сейчас мне 37 лет была, это было менеджмент, организация коммерческих проектов, это был маркетинг, это были организации мероприятий и мероприятия, ретритов, фестивалей, программ, которые помогают улучшать качество жизни. И всегда я в этой сфере была, но в 30 лет мне пришло ощущение, что несмотря на карьеру, на опыт, на окружение, на интересные события, у меня нету чувства удовлетворения и ну вот, что да, это моё, что это меня наполняет. Оно в материальном, в визуальном плане наполняет, да, оно мою жизнь делает какой-то яркой, но внутри нету этого ощущения полноты. начинал теряться вкус к жизни. Ну вот просто всё есть и ничем не радует. Это такой тот же ещё один переходный возраст. Я знаю, что он одинаково бывает и в теле мужчин, и женщин, но здесь я стала смотреть в сторону духовной науки и науки психологии, науки души, если это всё объединить одним словом. И первое, что я для себя открыла, это знания о природе души человека. И здесь у меня отпало просто огромное количество вопросов, которые начинались со словом «почему» и «как». И дальше для того, чтобы эти знания я смогла уже в более практически такой реальный режим жизни, духовные знания не относят человека в медитации. Просветление нас ничего не волнует, мы ничем не беспокоимся. Нет, я продолжаю жить в том же ритме, те же обязанности выполнять, те же интересы, ценности, задачи, как и каждого человека, бытовые, личные и так далее. И я стала серьёзно смотреть в сторону науки психологии. и выбирала очень долго. В моём окружении огромное количество потрясающих мастеров, но ничто не откликалось мне, как мой путь. Я с уважением отношусь ко всем направлениям, каждый даёт очень мощный и важный инструмент для жизни человека, для полной жизни человека и здоровья. И я нашла своё направление по технике возврата, она так и называется, техника возврата управления ТЭЛУ, это школа психологии, которая объединяет в себе детские, психологию детства, психологию системных расстановок, психосоматику, телесно-ориентированную терапию. это комплексная работа с телом, с эмоциями, но мы сегодня не об этом. Это всё стало просто такими ступеньками к тому, что я увидела, что эфирные масла, которые были со мной всю жизнь, которые я читала через разные книги, о которых я очень много интересных вебинаров изучила. Я применяла это просто как мы ходим зубы чистить, мы ходим на массаж, кто как любит, оздоравливаться и так далее. И то же самое были для меня эфирные масла. Я никогда не думала, что это может быть очень важным ключом к жизни человека абсолютно на разном жизненном этапе, абсолютно с разной жизненной задачей. И всё это я на самом деле прожила в своей жизни. Я посмотрела на это и увидела, что всё моё образование, весь мой опыт, он является таким фундаментом, но ключ к этому сундуку на самом деле является свойство и сила эфирного масла в жизни человека, в жизнедеятельности человека. И если говорить о результатах, то первых результатах вы можете увидеть на мне, это то, как я выгляжу, я не делаю никаких инъекций, у меня есть очень сильная детская травма, я боюсь иголок, у меня 5 лет был опыт, когда мою болезнь глазика, я даже не помню, как она называется, была маленькая, мы лежали в больнице с мамой, мне лечили болезнь глаза, уколами глаз, и все, я как только вижу, даже на расстоянии метра иголку, я жмурюсь, отворачиваюсь, мне очень страшно, инъекции меня вообще никакие никогда не вдохновят, массаж лица, есть у меня тоже такой момент, что я довольно ограниченному количеству людей и мастеров могу позволить прикосновения к телу, да, я люблю обниматься со своими друзьями, с близкими людьми, но когда речь идет о врачах, о массаже, о любом прикосновении просто какого-то мастера, я очень критична и категорична и призгливо, то есть у меня нету такого вкуса именно ухаживать за собой через массаж и знакомство уже с натуральной косметикой, урведой, наукопитание, ритма жизни, оно помогло мне восстановить свой иммунитет и здоровье, ну я себя чувствую лет на 20 внутренне, да, по легкости, по обмену веществ, по уровню энергии и все это в комплексе не только эфирные масла, эфирные масла стали ключом, один из ярких таких примеров, в прошлом году я провела себе детокс-программу благодаря знакомству с удивительным качеством эфирных масел, я в капсулах принимала в течение двух с половиной месяцев несколько смесей эфирных масел, и за этот период мой вес сократился на 7 килограмм, даже чуть более, но я говорю 7 килограмм, чтобы там в эти граммы какие-то не уходить, то есть у меня были проблемы с линкой, у меня была отечность, у меня обмен веществ, несмотря на занятия спортом, мою динамичную жизнь, то есть я в организациях, мероприятиях это всегда активная такая деятельность, творческая, это много переездов, перелетов, походов и так далее, каких-то актерских моментов и движух, и это ничего не помогало мне поддерживать мою фигуру, и у меня, вот я просто себя чувствовала мышленом девочки, вот эта отечность, и я пробовала какие-то монодиеты, но я не фанат диет, мне очень нравится свобода выбора, это для меня такой важный фактор моей полноты жизни, и этот курс позволил мне очень мягко в течение трех месяцев этот вес, он у меня ушел, у меня улучшилось состояние кожи, и уже прошло более года, уже года полтора пришло с этого курса, и я не набрала ни одного килограмма, это для меня показатель, то есть я проходила разные способы программы, и был у меня опыт косметических процедур для тела, коррекции тела, и вот такой эффект, чтобы он был после, без каких-то сверхусилий, вот это меня впечатляет, и я понимаю, что мой организм обновился, и это первый такой яркий результат, который вы можете увидеть, и почувствовать и сами, в этом году мы провели с экспертами курс детокса, вообще нетрадиционный, там не было диет, и там была работа у нас с гормональной системой, с вентальной нашим состоянием, с энергией нашего дома, энергетическое очищение дома, и мы дали широкий выбор альтернативного питания, для того, чтобы сделать его полным, ярким, и не было ощущения, что вот я сейчас иду на детокс, я сейчас буду себя аскезу устраивать, ограничить, и так далее, вот этот фактор такого стресса, для большинства, для всех, кто-то любит аскезы, но не все, мы его тоже исключили, и дали рекомендации компонентов, которые комплексно помогают очистить лимфу, печень, желудок, и запустить обновление метаболизма организма. Для меня это тоже было открытие, честно говорю, что, ну, как бы для меня эфирные масла это про то, что наполнить свое пространство каким-то ароматом, но когда я увидела, что можно эфирные масла применять вовнутрь и работать благодаря свойствам эфирных масел и своим здоровьем, да еще устраивать тебе детокс, да еще сбрасывать вес, да еще иметь такую прекрасную, молодую, красивую, подтянутую кожу, это для меня было открытием, честно. Я меня тоже в таком шоке бывало. Да. И тоже... А какие еще результаты ты по поводу здоровья получила? По поводу здоровья у меня особенностью, у меня очень чувствительная печень, и когда я чего-то переизбытки дала, я постоянно, я вообще тот еще гурман, что-нибудь попробовать, особенно, когда ты в гостях, ты путешествуешь, ну, для меня знакомство вот через пищу это тоже важная часть культуры. И, в общем, у меня всегда так было, и мое лицо, и мое зона декольте, она была практически всегда воспалением. И когда мне было 18, когда мне было 25, когда мне было 27, я думала, что что-то я неправильно делаю с кожей, хотя мой уход, он был просто идеальный. Я говорю, у меня вот с детства вот эта вот любовь к травам, к натуральным, еще что-то, и косметические средства, которые я через салон узнавала, они мою кожу на самом деле усугубляли. Я не буду сейчас называть бренды, они просто дорогие, известные, не хочу делать какую-то антирекламу просто для меня, для моей чувствительности, для моего тела. Идеальный натуральный уход. Ни один бренд, ни одну косметику, которую я пробовала в своем до 30 лет, тоже интересно, вот эти все разрекламированные бренды, салоны, уходы, попробовать. Я все попробовала, но нет. И мне очень нравится эффект, который дает эликсир в нашем окружении арома сообществе. Мы его называем эликсиром Клеопатры. Здесь мы берем основу то масло растительное базовое холодного отжима, которое подходит по типу кожи. У меня это масло Кунг Кумади. И добавляем туда несколько капель эфирного масла используем вместо ночного ухода. Это дает лифтинг эффект. Я в общем не поленюсь и найду фотографии такие более крупного плана до и после. Я поделюсь этим в своих историях видите. Форма лица, структура лица поменялась у меня за последний год тоже очень значительно. При этом опять же говорю, что у меня нет ограничений диет. Если вы попадете на мой курс в декабре в январе он еще открыт потом будет обновление этого курса то вы увидите как много вкусно мы любим покушать. Вы попадете в чат этого курса и увидите как много мы там тоже говорим о еде. И здесь какие масла масло ладана масло капайбы и третье масло компонент вы берете по своему запросу уже через именно восприятие аромата. Здесь может быть или масло иланг-ланг или масло гирани или масло лаванды. Все эти три масла являются очень мощными гормональными помощниками эмоциональными терапевтами в разном женском архетипе. Об этом немножечко потом еще тоже пообщаемся. И они работают очень хорошо на коррекцию поддержки цвета кожи. А масло ладана и капайбы они дают вот этот потрясающий эффект лифтинга и тонуса кожи. Вот этот омолаживающий эффект. И плюс ко всему они вводят в баланс гормон кортизол. Когда кортизол это гормон стресса знакомый на слуху, но очень важно его не понижать. Потому что понижая его мы понижаем свой уровень иммунитета. Мы понижаем свой уровень энергии. и завышать, что очень часто мы чувствительны, более чувствительны, все становятся, мы реагируем на разные жизненные ситуации и наш гормон он часто завышен. И вот этот вечерний уход он является вашим терапевтом просто 4 в 1. И кожа, и женский цикл, женская гормональная система, и ваш эмоциональный иммунитет и физически тоже за счет гормона стресса кортизола выравнивания. Такой рецепт. Ну и немножечко про реализацию хочу сказать, что когда я перечислила так кратко тем, чем я занимаюсь до 30 лет и знаете, когда ты уже знаешь, что ты хочешь, как ты хочешь, довольно часто сделать первый шаг страшный. Даже если в тебя верят твои близкие, даже если у тебя есть позитивная обратная связь от твоих первых клиентов, партнеров, все равно этот страх он рождает и поддерживает нашего внутреннего критика, перфекциониста, сэндром отличника и куча других таких нересурсных героев внутри нас, которые забирают нашу энергию и наша реализация и удовлетворение нашей новой и истинной реализации оно обесценивается, оно становится сложным, мы впадаем в эмоциональные качели, нам кажется, что ну вот то желаемый формат, кем я хочу и могу быть, он просто как до Китая пешком. Нет, это не так и с этими состояниями очень круто помогают работать эфирные масла по протоколу по определенным техникам, определенные ароматы и здесь нет универсальных протоколов, я расскажу свой момент, когда я начинала полностью переходить от бизнес-консультации, от организации мероприятий только в бою деятельность, туков, психологию, токово, аромологию, то мой доход он был, он начинал с от двадцати тысяч. То есть были другие источники, но это не суть важна. То есть вот сам факт первого шага, что когда ты начинаешь новую деятельность, не важно, ты открываешь ресторан или ты начинаешь собственные услуги, ты очень много туда инвестируешь энергии, времени и порой денег. И очень тяжело вот так вот сразу принять и начать уверенно расти, когда твой доход сильно отличается от того, что было или от того, что ты знаешь, что ты можешь. И вот этот момент прожить и быстрее раскрыть помогают масла, которые работают на внутреннее расширение, на внутреннее состояние опоры, на уровень энергии и на концентрацию внимания, на качество коммуникации. Всем известно, что особенно женская речь, она может убить напрочь мотивацию и вдохновение человека, разрушить отношения в пух и в прах. Именно женская речь. В гниве мы можем убить и расстрелять и себя, и всех близких. В гневе, в обиде, в разочарованиях. И наша речь может делать чудеса. Очень много примеров, когда за самыми великими мужчинами стоят особо особенные личности женщины. И качество речи мы тоже можем прорабатывать и раскрывать через эфирные масла. Они будут работать и на наше физическое состояние, снимать напряжение в буквальном смысле, мягче. На дыхание через дыхание речь тоже становится где-то более яркой, важной, уверенной, где-то более расслабленной. Это тоже место, время, обстоятельства. Мы можем работать с собой. И я хочу сказать в цифрах уже закончить результат. Когда за год моя сфера деятельности абсолютно новая выросла в 10 раз, при этом я понимаю, что и сравниваю это, знаешь, с тем, когда я начала только строить карьеру, и приходила в коммерческие организации, там или мы открывали новый отдел, новый проект, новый филиал, открывали ювелирные магазины, открывали салоны здоровья, красоты. Это был колоссальный физический и эмоциональный режим. И вспоминая сейчас год, который я прожила в осознанном применении интеграции уже и в бизнес, и в здоровье, и в состоянии и в средных массах, у меня просто внутри песня рождается. То есть это просто несравнимое ощущение в теле и результат инвестиции они в таком балансе находятся, который я желаю прожить и почувствовать каждому человеку. И этот опыт он действительно доступен человеку в любой профессии. То есть нужно думать, что если так все, вот эти две женщины, они психологи, они познали мир, познали огонь и медные трубы? Нет. Если вы сегодня мама с треми детьми и уже полжизни проверит декрете, или если вы учитель, если вы представитель какой-то другой профессии, но у вас первое, у вас есть любовь к своей жизни, второе, у вас есть уважение и интерес к людям, вы легко можете открыть для себя абсолютно с нуля вашу, именно ваш путь и реализацию и профессию через правильную поддержку своих состояний, через раскрытие своего потенциала и это с помощью эфирных масел и определенных техник вы сможете сделать очень гораздо быстрее, чем если бы вы пошли еще в очередной институт, в очередную школу, курсы и так далее. Занимаясь столько образованием, мы западаем в состояние подростка. Эфирные масла помогают нам зарослеть по-настоящему, как женщине, как матери, как жене, как предпринимателю, как творцу своей жизни. Через изменение мышления, через изменение состояния, но может быть еще какие-то темы, вопросы, потому что сейчас я уже больше такую теорию даю, может быть какой-то интересный момент еще хотелось бы узнать через опыт применения эфирных масел. Да, поделись. Андрей, я понимаю, что ты сейчас вообще очень много можешь рассказывать на эту тему, и вот мне очень интересно, в основном сейчас тоже идут женщины с вопросом в плысках себя, то есть вот ты как раз затрагивала такой момент, где ты сказала, что в определенном возрасте ты поняла, что ты не живешь, то есть ты как будто потеряла радость жизнь, и сейчас очень много на самом деле женщин находится в таком состоянии, вроде много знает, реализовались я на определенные должности, да, и понимает, что этого ну как бы радости, они не живут, они пустые внутри, и можешь ли ты дать такое прям, ну кратенько, как через эфирные масла можно обрести вот это внутреннее состояние и осознать на самом деле, кто ты есть, выйти из этого подросткового возраста и стать действительно уже взрослой, зрелой женщиной, можешь вот прям кратко, какие масла и как с ними работать, и где вообще брать, что за такие протоколы, с которыми вы работаете, мы работаем, да, я тоже жду свой наборчик, что за такие интересные протоколы, и где их брать? начну с конца по поводу протоколов, есть очень много информации в интернете, и мир эфирных масел, он, я очень рада, стал настолько доступен сейчас для каждой семьи, но хочу сказать, что мы же все разные, и вот эти протоколы, они не могут быть универсальными, для кого-то здесь важно что, то есть свойства эфирных масел и характер их влияния он идентичен, но приоритеты и как именно в твоем ритме жизни, именно в твоей уникальной природе начать применять и развивать и давать себе поддержку эфирных с помощью эфирных масел, вот это является уникальным протоколом, и для того, чтобы это протокол сделать, подобрать, здесь если дистанционно, то это короткая идет диагностика короткая, буквально 15 минут по ключевым жизненным сферам, я могу такой практический инструмент, который доступен для каждого сейчас, это колесо баланса жизни, но очень важно научиться его честно, искренне и глубоко заполнять, и не жить шаблонами социума, вот этой технике мы можем провести закрытый зум, встречу и поработать над этим, если вы с этим уже работаете, то есть выбрать для себя приоритеты, и дальше уже через Марию, через меня, через наше аромасообщество взять именно тот аромат, который раскрывает энергию, характер и сферу этой жизни, и возвращаясь к первому вопросу, с чего начать, самое здесь, знаете, очень помогает, конечно же, базовое знание психологии и личности человека, и вы все знаете, что наша сила и наши травмы, они имеют корни в нашем детстве, и на самом деле, вот это одна медаль с двумя сторонами, и вот какой стороной нам эту медаль повернуть в своей жизни, мы можем сами в моменте, не применяя никаких сверхспособных мастеров, инструментов, лекарств, повернуть, то есть, если мы решили, что мы хотим повернуть вот эту силу рода, стороной силы рода, то мы поворачиваем именно силой рода, и первое, что мы делаем, мы начинаем укреплять внутри, не идти в выяснение отношений со своей семьёй, родителями, анализировать, что нам не додали в детстве, а идти внутрь себя и почувствовать, что в детстве, что в моём взрослении я не успела прожить, в каком объёме, в какой части моей жизни я хотела бы долюбить себя, и вот этот контакт чувств и ощущение силы рода дают определённый набор масел, но их нельзя идти и взять вот просто все сразу, их обязательно нужно послушать, для того, чтобы выбрать через своё тело самым настоящим таким чистым способом, через наше бессознание, как бессознательное, какой аромат нам нравится и какие-то ароматы, это первое масло, это масло ладана, оно идёт у нас в базовом аромонаборе, который используем мы и для здоровья семьи, для красоты, для гормональной системы, для эмоционального здоровья, масло ладана, оно работает фундаментально с нашей первой чакрой и седьмой, когда мы запускаем энергию обновляем энергию. Масло ладана работает на генном уровне, масло ладана используется в сложнейших заболеваниях нашего тела и возможно уже для вас не секрет, что заболевания нашего тела это наши накопленные эмоции, эмоциональные блоки и такая наука как психосоматика помогает очень быстро восстановить самое сложное, то есть в нашем аромосообществе есть огромное количество уже примеров, когда врачи говорили, что вам нужно делать операцию, опухоль, еще что-то и через месяц применение по протоколу масел именно с первой причины этого заболевания, а не только с симптомами, убирают вот эти все осложнения, очищают, восстанавливают организм. и масло ладана оно наверное номер один в работе с нашими родовыми программами, чтобы наше сознание сказать-то просто поверни медаль силой рода, а не травмами с детства, когда все виноваты, что чего-то я недополучила, но вот этот первый шаг я хочу укрепить техникой благодарности обязательно, если мы будем работать с маслами только на уровне чувств и эмоций, да, будет идти процесс работы, да, будет меняться наше отношение, наше внутреннее состояние опоры, но если мы подключим еще и сознательные практики, то вы удивитесь, как быстро начнет зеркалить мир, вы будете работать с собой, а меняться будут все вокруг, просто с геометрической скоростью, и второе масло это масло кедра, масло кедра в аромопсихологии называют еще маслом невесты, и оно не только для тех, кто ищет себе достойного партнера, мужа и жениха, но и для тех, кто уже в отношениях, да, я думаю, что уже многие женщины получили этот опыт, что встретив своего мужчину еще не так-то просто, не так волшебно, как это пишут в сказках, кто-то вообще об этом не говорит, и мы так узнаем постфактум, что в семье тоже интересная работа должна происходить с собой в отношениях, да, и масло кедра, оно дает вот эту невероятную силу и мудрость, да, я думаю, что все получится сохранить эфир, да, Мария это масло кедра, оно прорабатывает глубинное наше отношение и доверие мужскому роду и балансирует, дает возможность сбалансировать нашу внутреннюю женскую мужскую энергию, мы знаем уже многие, если нет, то в каждом женщине, в каждой личности, в каждом мужчине объем мужской и женской энергии разный, мы все по-разному выглядим, да, мы все по-разному проявляемся, у нас разные вкусы, хобби, разные интересы, это здорово, что мы все такие разные, и вот для того, чтобы принять и почувствовать свою уникальность, масло кедра, оно проработает все глубинные какие-то моменты, когда, какие темы там будут всплывать и прорабатываться, какие инсайты будут приходить, это когда по нашим меркам мы считаем, что нам не додали любви, поддержки и заботы в детстве, именно с папиной, когда мы видели какие-то по нашим меркам, может быть, и социальным, вполне вероятно, что в семье разные, в семье не совсем здоровые экологичные отношения между папой и мамой, и мы делаем вывод, все, мир небезопасный, все, я не хочу вообще, мы не идем в какие-то глубокие, открытые отношения с мужчиной, мы не идем в развитие, как только что-то происходит не по нашему эмоциональному, да, какому-то плану, убеждениям, мы прячемся, мы пугаемся, мы уходим, и тем самым мы еще хуже делаем нашим отношениям семейным, еще хуже мы делаем себе, своему телу, своей душе, и вот эти вещи масло кедра просто невероятным образом бережно прорабатывает и такая общая информация, все, что связано с эфирными маслами, которые делаются из коры, из смолы, из хвойных, они возвращают наше тело энергию и ощущение состояния безопасности, этот мир безопасен, я могу доверять и вообще тема доверия, она тоже глубокая и касается разных сфер, это не про слепое доверие, это не про то, что эки-гей, я сейчас вообще человек мира, всем люблю и доверяю, мы не идем в режим святого, да, это люди могут себе определенного уже зрелости души позволить, но зная эту философию и почувствовав это через йогу, через медитацию, через духовные знания, через психологию, не нужно играть в это, мы сделаем нашей жизни, нашему опыту, нашей природе мы сделаем еще хуже, идите честно в те потребности и в те дыры, да, которые мы пытаемся через отношения и через какие-то реализации внешние заклеить, через именно чувствование внутреннее мы начинаем этим работать, масло ладана, масло кедра и здесь еще одно масло хочу добавить, сложно, конечно, ограничиться таким коротким списком, потому что они, знаете, как пазл, они как пазл входят очень гармонично в эту жизнь и знаете, есть техника ароматестирования, мы ее даем на курсе, когда вы становитесь участником аромасообщества, вам это действительно важно и ценно, как делать диагностику и выбирать приоритетный аромат и состояние, которое сейчас вам нужно усилить, поддержать, исцелить. И третий аромат это масло голубой ели айдаху, масло, которое, это голубая ели, она растет и в России, но это масло, оно делается из растения, которое родилось на Северной, в Северной Америке, в Канаде, где оно растет, его естественные природные условия, поэтому она называется голубая ели айдаху, так называется штат. И вибрации этого эфирного масла, они невероятно высокие, вибрации это один из научных фактов, который влияет на наше сознание, состояние, физическое уровень энергии тоже, наше тело, оно тоже имеет вибрацию, продукты, эмоции, да, тоже отдельная наука, открытая, известная, уже активно используется, и масло голубой ели айдаху, оно помогает нам, вот если кажется, что я уже столько всего попробовала, я уже прошла коуч, я прошла тренинги, я уже съездила на какую-то пачекарму, випассу, я уже объехала полмира, или я прочитала 200 тысяч книг, или ничего мне не помогает, эта травма живет в моем теле, и она фонит, и она ломает сценарий моей жизни во всех важных отношениях для меня. Если вот у вас есть такой опыт, возьмите масло, голубой ели айдаху, в чистом виде или в смеси есть очень классные ресурсные аромадухи от института, в котором мы приобретаем эфирные масла для практик, и оно поможет любую историю, которая имеет корни 5 лет, 10 лет вся жизни, или вы что-то узнали из своей прошлой жизни, и вас это еще больше тяготит, что боже мой, да я уже несколько жизней пытаюсь этой ситуации с этими граблями справиться, и ну как-то не очень у меня получается, вот эти все задачи, они начнут распаковываться через высоковибрационное масло, голубой ели айдаху, вот наверное три таких первых инструмента я бы посоветовала включить и попробовать, если вы уже осознали, почувствовали связь того, что ваши жизни имеют сценарий рода и как их повернуть силой, есть много отличных других практик, когда мы знакомимся с силой рода, мы можем очень долго искать причины в семье, в поколениях, почему моя жизнь не такая, о которой я мечтаю, но точно той же самой семье можем найти огромный потенциал и ресурс и взлететь просто с такой скоростью в своей жизни, просто посмотрев с другой стороны на эту медаль. Я искренне вам желаю обвинить эту силу и однозначно нисколько не сомневаюсь, эфирные масла вам дадут очень сильное чувство опоры и расширят это видение, очистят ваше видение и ваши чувства. Оленька, благодарю, что поделилась такой ценной информацией. Скажи, пожалуйста, вот всё-таки я знаю, что ты выбираешь, приобретаешь масла в компании Ян Ливин. вот почему именно эти масла? Почему не в аптеке за 200 рублей пойти и не купить? Как я докатилась до Ян Клея. Ну да. Да, я говорю, что мои эксперименты, они более 20 лет изучения для себя, да, то есть для себя дорогой. И пробовала я абсолютно разные бренды. Более того, я сама ещё не выбрав путь психологии, да, психологии души и тела, я около 8 лет назад, даже, наверное, уже больше, я прошла роматестирование настоящее, такое интересное, такое соприкосновение. Я такая, ого, мне дались только информации, больше, чем, наверное, астрологам о моих качествах, о моём состоянии, о причинах этих состояний, об отношениях с родителями, с партнёрами. То есть одна диагностика аромамасел дала тебе полное представление о твоей жизни и то, чем ты наполнен, да? Да, да, ну и на тот момент я не прониклась к этому серьёзно и я не делала выборы на сотрудничество с одним, с одним каким-то производителем. Я пользовалась разными производителями, но был такое серьёзное событие, это был локдаун прошлой, да, прошлой весной, уже столько времени, мне кажется, прошло, был локдаун и перед локдауном я понимала, что сейчас все сферы деятельности, которыми я занималась, всё моё образование, оно может сейчас встать и на неопределённый промежуток времени. И я увидела моей давней знакомой, которая очень серьёзно относится также к своему телу, к эмоциям, и она помогающий мастер уже международного уровня для женщин. Я увидела у неё, она начала вдруг говорить о маслах, у неё появился очень красивый диффузор, а я вообще фанат красоты такое, чтобы дело, оно было не только полезное практически, а чтобы это было всё красивенько. да, это моё положение такое планет, и я такая, всё, вот не нужно это приобрести, и я знаю уже, как работать с маслами, как они влияют, я точно смогу себя поддержать. Я ещё не думала тогда о бизнес-направлении с эфирными маслами, и я его заказала. И когда они ко мне пришли, у меня просто вот ощущение, знаете, вот такое яркое ощущение жизни до и после. Мой нюх, он уже много чего познал, и тут я открываю эфирное масло Ян Клиринг, и у меня ощущение, что просто вот какой-то 3D, это настолько лёгкий, изящный и объёмный аромат, ты когда к тебе приедет твой ароманабор, мы с тобой созвонимся, сделаем диагностику для тебя по этому ароманабору, и это было просто невозможно оторваться. Это было невозможно оторваться от самого аромодиффузора, это было невозможно оторваться от бутыльков, и всё, начался локдаун, серьёзно, я на тот момент находилась в Сочи, да, большую часть жизни я сейчас, последние 5 лет я в Сочи, и я заболела, и у меня очень категоричное отношение к лекарствам, к аптекам уже давно, из личного опыта, и уже из-за огромного объёма знаний по Ирведе, о гормональной системе, психосоматике, всё, я это изучала, в первую очередь, для себя, и этими темами и помогаю клиентам, и я начала применять, делать ингаляции, и делать, применять эти масла внутрь, и я удивилась, как это эффективно помогло, то есть обычно, когда мы болеем, то эта болезнь, она растягивается на недели, восстановление на месяцы, но когда я стала применять масла, при первом заражении, моя болезнь, острые синдромы, они прошли за 4 дня, и вот это состояние слабости и остатки симптомов, они прошли у меня за неделю, и это для меня был первый показатель того, что это может заменить ещё очень много вещей в моём арсенале, в моей жизни, и ценность этой аптечки возросла для меня во многократно. После этого я решила, я на тот момент уже закончила первые два курса психологии, и я познакомилась с направлением аромапсихологии, то есть я до этого занималась уже эфирными маслами и состояниями, но для меня не было такой цепочки понятной, логичной, которую ты сейчас озвучиваешь, что, боже мой, как интересно, они могут в психологии использоваться, на самом деле ты уже давно это знаешь, но мы не могли это соединить, и для меня через мастеров других открылось понятие аромапсихологии, такая, так, 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 закончила, обучилась в двух школах ароматестирования, аромапсихологии, это для меня стало еще более очевидным, и каждый месяц я исследовала какую-то сферу своей жизни, какое-то влияние масла на себе, давала это уже своим клиентам, и эффекты меня просто поражали, насколько это экологично экологично и бережно происходило в жизни людей, не только в моей, даже, знаете, такой момент, такая тоже очень многогранная тема, дефицит, отношение к своей жизни с дефицитом, речь не совсем может идти только про то, насколько дорогие качественные продукты, одежду, да, и образ жизни мы себе позволяем. Дефицит очень широко живет и в нашей крови, особенно в женском теле, это дефицит времени на себя. Вы готовы спасти мир? Да. Кошечку, собачку, ребенка, мужа, в первую очередь, родители, братьев, сестер, друзей, клиентов, если мы в помогающей профессии, вот этот вот синдром спасателя, он просто я супергерой, и вот это такая западня в нашей жизни, и вот состояние дефицита, когда мы начинаем правильно выстраивать иерархию по законам природы, которая задумана не психологами, законами природы, что, вот почему в самолете, да, говорится, мама, оденьте на себя маску, потом надеться, потому что это тоже все из этих законов природы, и масла, которые помогают проработать и очистить наше состояние дефицита по отношению к себе, и настолько экологично и адекватно начать использовать время, заботиться о себе, и это уже начинает транслироваться на то, как мы видим и относимся к жизни других людей, у нас вот наши коммуникации, наш контакт с человеком, он становится более легким, более искренним, и знаете, вот развивается естественная природа женщины, интуиция, мы начинаем еще быстрее понимать и чувствовать, а что происходит у меня и у другого, и от этого уважения и глубина и радость жизни, она становится такие слова, которые мы все знаем, ресурсным, балансным, в балансе, гармоничным, в потоке, вот эти все вещи, они начинают оживать, не только тогда, когда мы в контакте со здоровой личностью, или мы где-то на ретрите, или мы где-то путешествуем, это приходит в режим нашей обыденной жизни, то, как мы начинаем относиться ко времени, и вот это состояние дефицита очень классно прорабатывается в первом аромат масла пачули, и второй такой мощный аромат, он прям переводится с английского изобилия abundance, в этой смеси есть пачули, апельсин, еще другие нотки, и вот эту вторую смесь очень опасно начинать, если внутри нас еще живет довольно-таки большие пласты дефицита, то мы будем энергию привлекать и окружение тоже в состоянии дефицита, abundance, он начинает работать на ускорение, расширение вибраций и привлечение энергии, которая в нас, внутри, и вот сначала надо эту энергию очистить внутри нас, и потом она начинает уже расширяться, появляются интересные новые знакомства, или то окружение, которое у нас есть, оно начинает поворачиваться к нам в другое своей стороной, такое удивительное и красивое, и все становится такими сказочными героями. Вот. с тобой уже подходит, надо звонить с тобой эфир. И в завершение, почему масло Ян Кливинг последний такой момент, хочу сказать, что Ян Кливинг сначала я через свой личный опыт познавала и знакомилась в течение года и исследовала, далее я исследовала в течение этого года саму компанию. Компания является мировым производителем, и она уже ее фермы по всему миру единственные в мире, открытые для всех. Даже если вы не пользуетесь эфирными маслами, но любите путешествовать, вы можете посетить ферму и увидеть, что их качество СИПТУСИЛ. Посмотрите в интернете, что такое СИПТУСИЛ. Эти стандарты, они уникальны, их еще пока никто не может повторить, потому что это очень дорого. Но компания за это количество лет смогла восстановить не только историю, культуру и знания ароматерапии и сделать ее доступной для тысячи людей через технологию сетевого бизнеса, то есть через рекомендации и каждый может открыть для себя личный кабинет, получить скидку 24% и куча уникальных различных акций и промо-предложений. Да, это вот сама техника и метод очень популярный в Европе и в Америке и пока еще только набирающий обороты в России, потому что русский менталитет из сетевого бизнеса превратил немножечко в такой не очень здоровый бизнес, но мы уже знакомимся и мы понимаем насколько это экологичный человеческий бизнес. И вот эта история и культура и то самое второе это ценности и окружение, которое дало и создало Young Living за свои 30 лет, когда мы можем общаться с женщинами абсолютно с любой стороны обмениваться опытом, поддерживать друг друга в реализациях, в очищении, в профессиональной деятельности, создавать проекты для людей, делать проекты для себя, для своей жизни. Вот для меня просто все вопросы, почему Young Living, ну вот они настолько очевидны. То есть первое это качество, второе это история и третье это невероятное окружение и профессиональная поддержка абсолютно любой сфере деятельности. И да, друзья, для вас тоже открыты двери. Если вы захотите познакомиться с миром ароматов, с возможностями аромасообщества Young Living, добро пожаловать. Пишите Марии, пишите мне, что вы именно на этом эфире услышали, узнали для себя ценного. И в этом месяце я хочу подарить для новых участников аромасообщества три таких консультации курса. Первое это детокс-курс, о котором я рассказывала. Второе это коуч-сессии в программе бизнес-курса. И третье это индивидуальное ароматестирование, которое мы совместно с Марией приведем для вас, когда вы получите своих живых помощников, свои живые ароматы. Ну, на этом будем завершать. здорово. И еще хотелось бы добавить, да, вот по поводу аромологии. Те, кто решат все-таки, да, тоже захотят связать свою жизнь с ароматами, с аферными маслами. Аромологии где можно обучить? Аромология, она у нас проходит и обновляется. Это большой курс от 12 экспертов. Этот курс каждый квартал мы обновляем, улучшаем. Он проходит на программе GetCourse, на платформе GetCourse. И 31 декабря у нас закончился предыдущий поток, у нас их уже было 5. И сейчас мы готовим к запуску, вы можете уже регистрироваться. Этот курс из двух частей. Первая часть открыта абсолютно всем, вторая часть открыта для партнеров, там более глубинные идут работы, профессиональные уже с применением эфирных масел. И я поделюсь ссылкой, уже можно заполнять форму участника и занимать свое место, где вы узнаете практическое применение для детей, для гормональной системы, где у нас будет проходить женская гормональная йога в режиме онлайн, это живые эфиры, которые доступны, потом будут также в записи. И этот курс уже шестой поток у нас будет в феврале. Он будет для всех новых участников января, февраля полностью доступен и открыт записи в течение двух месяцев для всех новых партнеров, участников аромоклуба. Те, кто будут еще желать познакомиться и прикоснуться только к миру ароматов, для вас будет открыта первая часть в течение двух недель, которую вы можете посетить абсолютно бесплатно. Я рекомендую с вашими партнерами, коллегами, друзьями обязательно посетить этот курс. У меня в прошлом году компания Intel присоединилась и топ-менедеры участвовали на курсе аромологии просто в огромном восторге о том, как они могут себя поддерживать в бизнесе. Это такая тоже тема. Нам кажется, что лидеры нашего мира, у них все возможности для них есть. На самом деле, они заботятся о себе, в последнюю очередь вспоминают, их постоянно обращаются за какой-то индивидуальной поддержкой и так далее. И вот коротко об этом курсе информацию рассылку я дам Марии. Да, познакомьтесь с предварительными темами и ссылка для регистрации уже открыта. Оленька, я благодарю тебя за то, что нашла время, за этот эфир, за эти ценные знания. Благодарю тебя, моя хорошая, и прям очень рада, что познакомилась с тобой. Я действительно вот прямо столько знаний, столько информации я захлёб изучаю и естественно я не могу об этом молчать. И, мои хорошие, если у вас вы хотите присоединиться к сообществу, пишите в Директ, мне, Ольге, и будем вам рады. Ну что, всем волшебных выходных. Здоровья, процветания и благополучия. Да, всё есть внутри, позвольте этому раскрываться. Всего доброго. Всё, мои хорошие, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok